Всем снова привет, ребята! Мы продолжаем смотреть сегодняшний день на МДЛ Ченду. Это последний день отборов на СНГ регионе. Осталось всего лишь две команды, именно одна из них получит путевку на лан-финал. У нас изменился состав аналитики. Ярослав Кузнецов пришел к нам. Привет. Сегодня кто хуже предиктит, тот и уходит. Первый пошел Майл, второй Фоуз. Я видел, что ты зависим от Левса в последнее время. Я могу уйти заочно тогда, со своими предиктами. Я могу сразу уйти. Окей, ты можешь сказать просто ГГ, да? Да, да, да. Окей, хорошо. Я тут видел, ты на Зевсе что-то шпилишь в паблике. Ты детей учишь плохим вещам, тебе кажется? Детей? Ну, я имею в виду, люди смотрят твои... Алоху, типа. Что? Не, алоху на четверг и на ШД вырубают. Ну, не важно. Команда-то его, получается. Ну да, да. Это точно. Учу, да, плохому. Мы придумали просто стратегию гениальную. Она не проигрывает игры, вот. Это потому, что у вас Аркварден есть в пуле? Нет. Это как раз минус. Ты имеешь в виду, типа, Bloodseeker вот это вот? Да, да, да. Это Bloodseeker, Зев, Веномансер. Это как в 2007-м. Был в 2007-м Bloodseeker? Был. Был. Мне кажется, он всегда был. Нет, нет, Bloodseeker... Не с первой версии. Слушай, для меня это вообще новый герой. Новый вот. Старый герой для меня это вот как раз Оуни Найт, Лешрак, там, Алина, СВН, СВН, Ковенгар. Это старый. Bloodseeker это уже из новых. Это уже что-то такое. Опять про СФФ и Спектр, господи, хватит уже. Они были. Мне тяжело дает сегодня разговор. Я понимаю. Да, я тебя вообще мучить не буду. Давай вообще с Митяем буду разговаривать. Ты сейчас можешь что-нибудь сказать, спросить, а я в итоге все равно ставлю на Ярика, потому что он был в Ченду. Я был в Ченду, да. О, Ченду. Прекрасный город Ченду. Я жил в Ченду месяц. Там было так здорово. Ты бы знал. Возможно, это было... Ты имеешь право на то, чтобы говорить что-то негативное по отношению к Ченду? Ну, наверное, все имеют. Мы же живем в свободной стране. Да, но там-то не очень свободная. Кто тебя знает? Он не особо собирается. Подожди. Мы поедем в Ченду? Ну, вот это вопрос. Я, скорее всего, вполне вероятно. Я не знаю. Я, кстати, ездил. Знаешь почему? Потому что там есть самый большой в мире заповедник Пант. Да, это вкусно. Вот. Он недалеко от города находится. И там, по крайней мере, когда мы там были, это было, в самом деле, 10 лет назад, как ни странно, там была эксклюзивная возможность взять маленького понеденыша, ну, типа, покормить его и сфоткаться. Но, правда, это стоило довольно много денег. Мы тогда просто были бомжами, поэтому не смогли это сделать. Ну, сейчас я бы себе позволил. Там где-то 100 долларов это стоило, наверное. Вот. И все эти 100 долларов, они как бы идут в фонд, ну, заповедника. То есть такая штука. Ну, маленького понеденыша, они такие классные. Большой панда... Не, большие панды тоже классные, но они опасные. Но они дают сдачу. Да, 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 да. Если не сфоткаешься. Они могут дать сдачу. А вот, кстати, такая новость тебе, на всякий случай, если ты будешь идти по заповеднику с пандами вот этому, снимать свой репортаж, и вдруг тебе придет гениальная мысль кинуть бутылку в панду какую-нибудь платье. Ну, у меня постоянно, я же русский, у меня всегда есть желание кидать что-нибудь в людей и животных. Это смертная казнь. Но тебя, как жителя другой страны, просто пожизненно посадят, скорее всего. Так и будет. Так что будь аккуратен. Буду вести репортаж и стереть, в чем проблема. Будь аккуратен, уважай панду. Понял? Поверь мне. Первым же делом уже на лбу себе написал. Хотя, когда я хвосту сказал, что вполне вероятно поеду в Чиндо, он пособолезновал мне крепко. Ты чего? Он сказал, что это худшее просто, что уже со мной произойдет. Да он там не был. Это классный город. Это, смотри, это город, он как бы на юге, но не на юге, так где-то в центре. Там не супер жарко, но не супер холодно. Там очень классный климат. Такой, как бы, ну, субтропик, наверное. Но я думаю, что вот если поехать туда как раз зимой, там будет комфортно, тепло. Там очень много зелени. Очень, ну, как бы, это не такой, не супер мега-мегаполис. Ну, там сколько, на мере, он в шесть живет, наверное. Ну, маленький по меркам Китая город. Там очень классно жить. Ну, находиться, точнее говоря. Жить не уверен, но вот я месяц там провел, было прикольно. Возможно, это было связано с тем, что через день мы ходили в ночные клубы. Играли в дот. Но это не точно. У меня есть подозрение, что у меня такой опции не будет. Ну, почему? Ну, увидел. Кто-то не знает. Сходи. Ну, работа, знаешь ли, теоретически говоря. Так, а что нет, взять интервью у кого-нибудь в клубе, что-то? Конечно. А потом в тюрьме еще заодно. Если вы потом пойдете бить пант, то... Просто уголовщина. Ладно, ты смотрел катки-то, которые сегодня были? Или так, ну, так чисто там проходило мимо? Слушай, я провел последние несколько часов в кресле с открытым ртом. Вот. Ага. Да. Расплата за вчерашние игры. Да, да, да. Расплата за то, что не ухаживал за зубами. Вот. И меня лечили зубы. Я просмотрел все. Смотрел вот эту последнюю игру, соответственно, которая шла много-много минут, где там они, этих Ашеры, оборонялись, но там ничего интересного не было. С той точки зрения, что как бы шансов, наверное, у них не было минуты с 20 выиграть уже у этих Ашер, но игра шла 70 минут. Сказать я по ней ничего не могу, кроме того, что довольно странно, что у вас Зев стоит против Темпларка в миде, потому что, по-моему, матчап не самый удачный, и Темпларк с такой линией всегда выползет там с Дизолем на 15-й, БКБ на 20-й. Ну, собственно, как примерно и произошло. Что бы ты вообще про уровень СНГ Доты сказал сейчас на этих валах? Это интервью какое-то, что ли? Да нет, это просто стоим. Ты давно не видел меня, соскучил. О, господи, сколько я с тобой не работал? Месяца два, наверное. Да, да, да. Интернашнл последний раз. Интернашнл, кстати говоря, месяц назад закончился. Черт. Ладно, полтора. Смотри, уровень. Как бы MailStorm was right, Lille was неправ. Потому что уровень действительно довольно посредственный. Но мы этот момент уже обсуждали, позавчера я тут был, уже обсуждали этот момент. А с чего это он должен быть офигеть какой высокий, если, первое, СНГ в принципе, если Virtus.pro брать, ничего не показывал уже пару лет у нас. То есть уровень всегда был не очень высокий. А во-вторых, все составы новые, ну все новые, все это все миксы какие-то собранные. Вот кто неделю назад? Кроме Олдов. Кроме Олдов. Вот поэтому они, видишь, на опыте, хотя бы за счет сыгранности, показывают результат. Но, честно сказать, есть определенные сомнения, что вот эти, это такой нереальный уровень, и вот это Олды, они сейчас тут всех выиграют, приедут на мажор, выиграют его. Нет, просто на все остальные немножко просели из-за смены составов, и на их фоне вот Олды начали показывать, ну как бы, более высокий уровень. На самом деле это их же уровень, просто все остальные чуть хуже. Ну, объективно сейчас Дота не радует своей крутизной, но это нормально. Это нормально, потому что это начало сезона, все раскачиваются, плюс постоянно входила куча новых патчей, а катать, так скажем, новые стратегии не было места еще. Скримы это, ну, такая штука, там не все понятно, нужны турниры обязательно, чтобы вещи проверять. Поэтому кто-то что-то тестит в пиках, кто-то не понимает вообще, как играть, например, как Virtus.pro. Они просто в каждой игре, у них происходит какая-то вакханалия, и явно видно, что они просто ищут, находятся в поиске творческом. Так что все нормально? Так и должно быть. Да так каждый сезон так, правильно? Каждый сезон так. Да-да-да. Да-да-да, каждый сезон так. Митяй, ты смотрел из-за ПГ и за голдами, в том числе и в групповой стадии. Сейчас мы наблюдали за тем, как они вроде как не очень слабо выступали, да, против Ашеров, смогли вынести их 2-0, хотя, честно говоря, шероховатость. Первые были, да, шероховатости по драфту, вторые было все хорошо, вторые они уверенно выиграли за 70 минут, так что все нормально. Ну, как шероховатости? Вы сказали вообще, что они не могут это выиграть физически. Нет, первые не должны были, но типа Ашеры плотно нафидили. То есть у тебя всегда есть вот этот фактор фида, по фразам ласта пойдем сегодня. И его не стоит забывать выкидывать, то есть ты в любой момент времени, любой драфт, любое преимущество, в 200, там, в 500 тысяч, неважно, можешь просто, кстати, в ФК и на фейте проиграть и так далее. 500 тысяч преимущества. Да-да-да, просто там заходит, медведь ломает тебе трон, там бывает такое. Все ок, но, но, если ты можешь из таких ситуаций выкрапкиваться в свою пользу, то ты молодец, и вот Талды молодцы. Из первой ситуации вылезли, вторую не завели в такую ситуацию, и сейчас самая тяжелая для них карта, потому что между возможным дисбандом или поездкой на минор, они могут выбрать поездку на мажор. Неплохо. Это хороший выбор, знали. То есть это третья опция, понял? Третья сила. Типа того, да. Подожди, если они пойдут на мажор, то это, возможно, тоже дисбанд, потому что после мажора на них посмотрят, типа, о, нормальные чилы, давайте растаскаем их по клубу. Нет, будет не так, не так будет. Скажут, нормальные чилы, их возьмут в организацию, они садятся на зарплатку, и все. Так они уже сидели. И сразу все, они перестали играть. Только сели на зарплатку, на мешок с деньгами. Какой момент они играли, расскажи мне? В тот момент, когда они на адреналине Вилджинисос развалили? Ровно до зарплатки. А, а что они делали? Вот ты хоть вспомнишь, хотя бы что-то они выигрывали? Или, ладно, где-то они показывали себя. Я вот, предположим, я тебя не слушал в последнюю минуту, что Evil Genius они выиграли на адреналине. Они тогда уже Team Spirit были. Это был новый патч, они сразу... Ну, контратака просто. Они сразу прочитали агонимный ДП. Они забузили, да. Да, 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 и прям ДП их очень плотно вытащило. Короче, что-то там где-то они играли было более-менее. Иначе бы вряд ли их бы куда-то взяли, правильно? Вот. Потом сели на зарплатку, перестали играть. Сейчас опять без зарплатки опять играют. Сел на зарплатку, опять перестанут. Это цикл. Я так понимаю, что самим не хочется на зарплатку сидеть. Ну, в смысле, аргу иметь в виде Team Spirit. Если ты найдешь человека, который будет давать тебе деньги, не заставляя подписывать контракты, я думаю, их, конечно, устроит. Это сто процентов. Но это так не бывает. И обычно приходится соблюдать договоренности и получать деньги за что-то. Например, за то, что ты подписал бумажку и представляешь интересы какой-то организации. Отстой, да? Мне кажется, что... Я понимаю, да. В случае с солдами, то это не так важно. На имею в виду, типа, ну, под контракт. Нет, не могут сделать свою трейдмарку. Голд, олд и так далее. То, что они называются голд, не значит, что у них много голды. А откуда ты знаешь? Может быть, за пятый интернетшнл год там получил норму. Значит, смотри, ванна 1602 года. Один килограмм золота можно было купить за 40 кирпичей. Ага. То есть разобрал дом, ты богат. А сейчас голдар... Можешь начать игру, кстати, чтобы... Да я бы с удовольствием, честно скажу, я не знаю, что мы здесь стоим. Даже на 30. Скоро нам, говорят, покажут сейчас. Типа, демонстрация начнется совсем-совсем скоро. Потому что, ну, финальное было три, все устали. Я думаю, что как раз-таки олды попросили паузу. Такие парни, мы играли полноценно. Не-не, ну, олдам-то понятно. Там уже песок сыпется, там нужно... Реальное время нужно, да, передышки вот эти. Возможно, аппарат какого-то, вентиляции легких там. Ну, в общем, нужно подготовиться к следующей игре. Шутки-шутками? Я по себе. Есть эти, олд снайперы, как их там называют. То есть, по-моему, в Швеции детки лет под 70, там, и бабки играют. Да, да, есть. Стреляют, так что почему бы и нет. И вот лет через 25-30... Ремня дают молодым. Ильдан, да, ищет таланта минус 2 на хаус-страйк, на стан для ЦК. А его нет уже 14 лет. Как для ЦК, как и доты. Типа того, да. Да-да, заходят доты, которые не существуют. Опять же, для лудаманов же бывает ставят просто рычаг, имитацию игрового автомата при лечении. Так и тут, типа, запустят доту где-нибудь на старом ПК. Будет с ботами играть. Так, ладно, давай. Тяжкие фантазии, давайте отправимся дальше. Тут гирокоптер вместе с Тинни, все с пиками, и Огр дефолтный. Ну, по-моему, вообще, разнообразие драфтов на ФП нулевое практически. Да все, дота стала дико невариативной сейчас. Нужен патч, мы все ждем патч. Когда выйдет патч? Ну, после мажора, я так понимаю. Через штырня. После мажора. Ну, до мажора это не вариант. Чего нет? Да после мажора выйдет. Ну, кого это играли? Сейчас вау-мар заканчивается и сразу устраиваем. Да после мажора выйдет. Да было бы здорово. Так и будет. Когда мажор? Когда мажор? 16-го, 24-го. Ноября. Ноября. В конце ноября, короче, закончится. Ого. Да. Да, так что придется потерпеть еще до декабря, считай. Это, с одной стороны, плохо. Да, ты все равно будешь играть по 12-каток. Возможно, патча нет, потому что они сейчас как раз-таки пытаются хотя бы как-то пофиксить эту систему матчмейки для ха-рейтингов. Нынешние краски выкатили ноту позавчера, по-моему, что мы в курсе проблемы и пытаемся что-нибудь придумать. В курсе, а не проблемы, блин. У меня бустеры в каждой игре меня месяц. Зато они получают больше, чем ты за победу. Наслаждайся. Они быстро поднимаются до своего рейтинга. Недавно настолько большая разница была в рейтингах между двумя командами, учтите, что я вообще соло искал, что мне за проигрыш на саппорте накинули корпы ТС, пять штук. Поэтому, о чем вообще разговор? Видите, вот эти истории подобные только с митями случаются. Ну, я был не против. Я понимаю. Но может, наверное, кассетительствовать, наверное, кассетрибил. Ну, у меня есть плюс пять, минус пять, нет. Нет. Фишка, опять же, Ярик, большую ошибку делает, что стримимим доту без задержки. Что каждую игру тебя краски месяц, потому что тебя все варды ломают и так далее, потому что любой здравомыслящий бустер будет смотреть твой стрим и иди вардить. Я им сломаю сам что-нибудь. Хорошо. Именно в смысле, так он карту закрывает. Он же не будет сидеть и смотреть за 70 человек, а одновременно играет. Да, я, я, я лично пересмотрел реплей человека. Ну, просто, скажем так, меня человек находит. Вот я просто нахожу где-то в лесу. Находит меня просто супер как-то рандомно, вообще непонятно. Я после этого реплея пересмотрел. И на реплее реально видно, что он альтапнулся посмотреть стрим. Альтапнулся. Ты, дурень, на телефоне запусти хотя бы. Чего просит альтапаться, чтобы посмотреть стрим. Так откуда у него телефон, бро? Ну, не знаю. У мамки возьми, я не знаю. О, сука. Я просто... Ой, лапа себе. Чел ты. Ой, блин. Крепость, крепость ботия. А что мамка будет делать, если ей позвонят с работы? Она в это время со своего компа заходит в Дот ТВ, чтобы все две минуты еще варды подсказывать. Нет! Хорошо! Ой, я просто... Я начинаю критиковать Valve. Я всегда критиковал чуть-чуть, но в последнее время я не понимаю, почему не борется вот с этим вот всем. С бустингом. С примерами Доты, да-да-да. Я хочу более активной борьбы. Но это потому, что она хотя бы началась. Согласись, что там миллион лет не начиналось вообще даже физически. Как будто их не существовало, типа, в природе. Типа того. Стрим снайпинг, бустинг, вот это все. Вот это все должно быть. Ярик, если найдешь способ стрим снайпинг как-то детектить и блокировать, то маякуй. Да люди пишут тебе в игру, я твой стрим смотрю. Варды не ставь. Да ставишь задержку пять минут. Как-то говорит... Ставишь задержку пять минут, да? И это запрещено во многих играх за это наказывать, если что. Кроме нашей. Но в Доте нет. Да, в Доте нет. Ну ладно, смотри. Shadow Demon. Ну, контракт. В некоторых играх запрещено еще и ругаться. Да не можно даже ЛГП написать, да. Да, и вообще не можешь оскорблять никого, в принципе, ничем. Ну и правильно. Ты назвал человека Бурсуком, и все, и ГГБ выливаешь на это. Бурсук — это уменьшительно ласкар. Ты оскорбляешь сейчас тех Бурсуков. Ты реально оскорбляешь сейчас множество не только людей, но и частей тела. То есть все люди, которые из тебя лицарят с Бурсуком, тобой сейчас могут быть крайне недовольны. Ну я... Мной? Ну, в том числе я. А почему мной-то? Ну ты не Бурсук. Ладно. Shadow Demon. Тоже ничего удивительного, потому что в каждой игре, в каждой второй игре Shadow Demon. Сейчас какой-нибудь Силл Кинг возьмется там. Где Патма? Кстати. О, новости. Я видел ВП вот на этом... Кстати, плохие новости. На этом герое, между прочим, ВП попали в фуал на минор. А могли отлететь совсем. Я считаю, что Чен максимально андеррейт от героя, потому что берут его мало кто, а он такой сильный. У него даже в паблике хороший винрейт, при том, что он вообще там не публичный герой. На нем никто не играет, кроме тех, кто умеет на нем играть. И там выяснилось, методом научного тыка выяснилось, что на нем не нужно уметь играть. Это хорошо. Я рад, Ярик, но опять же, в рамках паблика все еще, вот раньше была компания рандома, вот это, то есть можно было что-то получить от этого Чена или там мипаря, ну, случайно. И люди бывало играли там на пятой позиции мипарем, потому что, ну, так получилось. А теперь нет, и теперь берет только тот, кто заранее сел и сказал, я сегодня Чен. Враг? Вы поняли. Враг будете страдать. Шейкер. Но думать, что шейкер контрит Чена, это примерно находиться... Ну, old but gold. Это 2013 год, где-то там. Так, я понимаю, они сейчас сидят у себя там в дискорде, в спеке, и говорят, что сейчас Чена против Гирыча брать, он сразу всех убивает. Сразу всех убивает? Да. Глупцы. Ладно. Хорошо, нужно чем-то просто закрепить, то есть нужен хороший герой под Чена на линию. Который все вот это доминирует. Это любой герой. Ну, то есть, ты можешь... Нет, ты можешь взять условно властилер или, допустим, фантумка, будет хорошо, а можешь взять СМ, будет не очень хорошо. Алхимос. Это уже четвертым пиком, что самое интересное, если сегодня мы видели Алхимос с ласт пиком. Это, кстати, OG, OG, позитив OG, позитив G, PG, OG, PG, все близко. Интересно, в какой момент ты закончишь? Если ты меня не остановишь, никогда. Понимаешь, если соединить PG и OG, получится POG. Кстати, да. И, в общем-то, у них даже, если убрать изъектив, и уйс, я вот сейчас убрал, получается POG. Вы можете проводить эксперименты дома, пачеками, вещи, как это делают сейчас. Потому что, возможно, вы не видели этого, из-за того, что наши мониторы смотрят закрыты. Да, ну я отлул, отлул до POG. И, значит, получается, что? Вроде все неплохо, но будем честны. Так ужасно. Алхимик-помойник. В смысле, он то, что выиграл? А, да? Да. Алхимик лучше героев. Отлично, вот, спасибо. Но перед этим, если вы залили с ним три игры подряд. Тип 3-1. Я пока не доверяю этому герою, потому что объективно, но все-таки слишком сильно его резанули, чтобы в него так уж верить. Но Астрата все равно будет работать. Придет Чен, он будет с Алхимиком стоять, сильно ему помогать. Потом еще поставит ему лес сам или крипом. Потом Алхимик пойдет все фармить. Под прикрытием, там вон Тинни, Легионки. А потом, в один прекрасный момент, Алхимик под Аурой Чена будет стоять и регениться по какой-то причине намного круче. Его вообще хрен убьешь. Я так скажу, я сегодня видел уже две игры, где был соло Герокоптера, скорых героев. И он не выиграл. И что Алдам срочно нужно что-то будет добирать. Ну, у них мидера нет еще. Не хватает, да, но просто у нас сегодня уже были такие вот игры и добирался не мидер, который носит урон, ломает здание или хоть что-то делать. Ну, ощущается, что Алдам, возможно, нужен какой-то бёрст, потому что стирать Алхимоса под Ченом и Легионкой, которая будет его убирать. Нет, вообще им нужен аппарат, если на то пошло, но особо он здесь уже не лезет. Мы же не можем сказать, что аппарат является контролем Алхимии. Ну, сейчас... Нет, ну здесь Легионки под руиню Лу Чену, там... Короче, Поги, я буду теперь так их звать, возьмут героя, ну и там Олды просто ответят. Я думаю, им нужно взять героя, чтобы год на миде прям очень круто постоял и смог, соответственно, потом погоняться за Алхимиком и навести шороха на карте. То есть желательно там Катькину в Пейн, может быть. Я вообще сейчас выбрал Зимелью и делал бы Тинника позиции 2, мне кажется, было бы здорово. Три Легион, два Тинника и тогда это сильные герои. Опять же Тинник с фатами. Ну, можно так, можно так. Ну, типа того, только не Зимель, а Гримстрок получился. Можно и так. Да, и вот теперь вдвойне сложнее, потому что у тебя Огр, то есть, получается, не особо должен на линии стоять против Ченой Алхимии. Ну, может быть, стоит, но он не мешает, не должен мешать. Легкая линия Гирич тоже не то, чтобы рад тому, что к нему придет Грим плюс Легионка, либо Ченус Легионка. Мне нужно хотя бы попробовать с Тинником поставить. А вот назови героя, который убивает Тинника, кроме Некровса, который в бане. Убивает Тинника? Ну, хотя бы вы не для этого фармите, то есть силе мешает. У нас я знаю, как хорошо получается. Ну, Манки Кинг. Может быть, но влезет сюда, играет год. Ну, не знаю, но вообще Манки Кинг нормально. Слишком новый герой, мне кажется. Что? Слишком новый герой для олдов. Ну, Манки Кинг вообще хороший, потому что там так много милишников, и, соответственно, в драке поляна очень хорошо будет работать. Там и Тинни, и Алхимик, и Легионка, считай, они все в поляне будут. Как тебе ДК? Просто не парись. Можно ДК. Тебе уже ДК много армора. В них, опять же, есть Shadow Demon, то есть, можно что-то там мутить. Слушай, это их выбор. Ну, ДК хорошо, если взять то, что это олды, соответственно. Нажимать клавиш там всего одну надо, по факту. Можно еще вторую. В общем, можно делать медленно, потому что ты жирный, ну, герой. Осуждаю. Осуждаю, осуждаю. Вот, и все нормально будет работать. Так что я за ДК тоже. Чему бы нет. Тот шеймингом запахло, если честно. Да, я не смел, что ты подметишь. Но это уже сделал Митяй до тебя, поэтому сорян. Я так, у меня дилей просто небольшой. Я тоже старый. Это ощутили. У меня коннект такой, знаешь, как. Старый модем куда-то, который там делает вот так вот. Так, ну все, задумались, время кончается. 5 секунд, сейчас на рандоме кто-нибудь вылетит. Опа. В целом тоже неплохо. Так, по-моему, крепость вообще нет. Ну, ОД это хороший герой. И тяжело, потому что в ней нет героя, который прям хочет пойти первым. То есть у тебя будет добираться до гирочей, до ОД, а так был бы вот плотный парень. Да, ну, короче, нет на самом деле вообще тавер демиджа. Ноль, ноль тавер демиджа. Да, мы отправляемся к нашим комментаторам. Для вас сейчас будут работать джем вместе с Мэлл Штормовым, допущенным до комментирования. Welcome aboard. Да, у меня тестовое, тестовое допущение до комментирования. Я уже уволен, не волнуйся. Окей. Ну, собственно, вы можете, ребят, написать об этом, уволен я или принят обратно в чате, конечно. Я сделал так, что нас можно было отличать немножко. А ты думаешь, так нас нельзя было отличить практически? А вдруг. Вот. Ну что, интереснейшее противостояние нас ждет. Веришь в Алхимика? Сегодня Алхимик был хорош, но правда с другой стороны. Мне нравятся очень обе команды, но все-таки, конечно, Олды в моем сердце. И как же хочется, чтобы они поехали на мейджор. С другой стороны, ну и Positive Guys, это команда, которая сделала очень такой большой шаг. Это команда молодая, амбициозная. Ну, в общем, здесь даже хочется, чтобы обе команды прошли, но, к сожалению, пройдет только одна. Вторая будет бороться за выход на майнер. Ну и если Гамбит были прям вот, ну, очень-очень сильными, и Олды с ними, ну, вообще никак не смогли сыграть, то ПГ, как мы видим, чуть-чуть послабее. Плюс Олды, как мне кажется, сегодня, ну, все-таки, да, несмотря на то, что неуверенная была концовка во второй игре, тем не менее 2-0 одолели Ашеров, я думаю, что это может быть 2-1, равная борьба, и самое главное, очень интересная. Да, по крайней мере, в последних играх было видно, что наконец-то подключается Иллидан, потому что на протяжении прошлых дней мы говорили, что как-то его не хватает. Такое ощущение, что они не в форме. Было ощущение, что их вот позвали в квалы, а до этого они как-то и не рассчитывали, что их позовут, потому что они по ходу турнира набрали форму, ну, гораздо лучше, чем до него. И, собственно, сейчас мы это видим на наших экранах. И БЗЗ более-менее начал играть то, что он исполнял в начале турнира. Я бы сказал, он даже очень хорошо сейчас начал играть у него, и солидный всегда нетворд, кстати, Госик здесь немножко загулял. И Велихиор начинает стакать Яд, есть Проза-атак, Гостик должен жить. Здесь еще и Миша пришел на помощь. Ой-ой-ой, а Ван Скор подходит? У него есть Бладласт, три стака, Орбувен на меня нет. Четвертый бы, тогда можно было бы сделать фраг, но за счет этого выживает. У нас в итоге Легионка не удалось забрать, но тут драка продолжается, такое вот плотное начало, прям борьба за эту баунти-руну. Ну, набегает сюда Тинь, Иван Скоро, хотят забрать, ракетку заряжает Иллидан, ракетка летит. Долетает, но четыре игрока все-таки. Правда, Гостик очень сильно пробили. Четыре стака на нем, я-то, да, висит. Пятый сейчас еще залетит. Нет, успевай себя снять, да, все нормально. Я не обратил внимания, успел ли продамажить этими стаками как следует Shadow Demon, но в итоге Гостику приходится улетать на фонтан, он еще и там съел манго, кто-то ему дал. И это прям, скажем, не очень круто. Хорошо, что есть Чен. Чен, который дает Observer Ward, вернее, сам Гостик его покупает, берет, приносит на линию. Да, Чен в этом плане очень-очень силен, но посмотрим, как с этим Ченом будут отыгрывать дальше. Да, Миша сразу перемещается вниз, помогать фармить здесь и ЛТВ, ЛТВ тоже, конечно, неприятно, здесь немножко сетап, БЗЗ на Шекере, Вильхиор будет отыгрывать на Shadow Demon, мы уже видели, но по примеру Иллидана, да, из позапрошлой карты нужной ЛТВ не отвлекается ни на что, а просто фармить крипов. Это единственная его задача. Так, у нас на топе опять заряжают ракетку в Гостика, но мы видели, что здесь произойдет атака, урона, конечно, у Ван Скоро здесь не хватит его пробить, поэтому у Легионки проблем никаких нет особых на линии. Ну вот против Shadow Demon и против Огра очень приятно, Легионка, и скидываешь все вообще дебафы. Ну и в миде. В миде Тинни против ОД. Интересное будет противостояние Тинни за счет палки, там, конечно, ласхитит, ОД тоже свое имеет, но будет по КД, конечно, под крипов прятать в Астрал, чтобы не давать ласхитить и сам, скорее всего, будет Денайти, поэтому, наверное, году попроще даже будет. Хотя и Тинни свое тоже будет иметь. Мне интересно, вот, скорее, этот матчап не в плане ОД против Тинни, а в плане Год против Эргона. Вот насколько хорошо, потому что вчера Sunlight говорил, что Эргон не самый сильный мидер в плане вот стояния на линии, очень хорошо вливается в командные действия, и мне кажется, про Года можно сказать то же самое, но я бы не сказал, что вот Год вот прям, ну, плохо на линии. У него раз на раз не приходится. Вчера была такая ситуация, что его там чуть ли не втроем уничтожали, и только так с ним смогли справиться. И очень хочу посмотреть, как Сергей отыграет в этой игре. Но последние игры, которые я видел от него, все было, в принципе, нормально. Да, хорошо все было. Он грамотно все делал, уходил там, фармил, как только набирал какие-то свои арты промежуточные, там, начальный старт, и сразу приходил драться. То есть, когда он был необходим, он всегда был в драке. Когда он не нужен был, он всегда фармил. Здесь у него прям такой герой, не какой-то там сэми-кор спейсящий, а очень-очень жадный кэри Outworld Devourer, на котором нужно много артефактов, на котором нужны Блинк и Black King Bar, и, может быть, Пика какая-то появится, и Кайя Яша. В общем, все это для Devourer будет не лишним. Ну и, конечно, самое главное не отпускать слишком далеко Алхимика, а делается это во многом за счет контроля Баунти Рун. Да, мы видели сегодня, ну, что была игра уже от Алдов с этим Алхимиком, они очень хорошо контролили именно эти Баунти Руны, там вообще тотальная элиминация по этому параметру была, и поэтому очень много фармил Элидан. Хороший Нетворс имел на протяжении всей игры. Посмотрим, как будет здесь. Пока что 10 на 0 мы видим Алхимика, нападение на Элидана, кстати, ну, как нападение, просто подстанели. Это удастся пробить его здесь. Он нажимает Рокет Берридж в момент, когда Легионка бежит, и Инксвелл должен взорваться, и вроде как и Легионка его дамажит и гонится за ним, но и Рокет Берридж получать в лицо очень не хочется, поэтому Геррокоптер неприятный в этом плане герой. Вот если говорить об активности, то как раз-таки в этот раз у Элидана герой максимально активный, Геррокоптер, который, да, он силен и в поздней стадии игры со шмотками, но у него очень большой потенциал в начале за счет того, что у него есть Берридж, Ракетка, Ультимейт, и он должен многое делать в самом-самом начале. Так, ну и в миде мы видим, Тинни набирает обороты тоже потихоньку по фарму, два крипа разницы, это тоже несущественно, вообще спокойное такое начало. Все ровно разница. Да, пытается там, конечно, напрягать потихонечку так минорно на линиях, но вот ЛТВ свой фарм тоже имеет, 14 на 0 у него здесь по крипам все замечательно, БЗЗ с другой стороны тоже фармит. Стаки, что приятно делает Миша уже. Вот стаки это то, что Олдом нужно будет проконтролить. В идеале не дать сделать много, нет, даже не так, в идеале забрать эти стаки самим. Да, и не дать забрать их алхимику. Это программа минимум, не дать забрать их алхимику и наказать его там на этих стаках, иначе, ну если ты даешь забрать алхимику стаки, новому, старому, неважно, ты очень сильно проседаешь. Не скажу, что прям проиграл все, но это большой шанс для него. Так, ну опять тут у нас заряжают ракетку на Гостика, Легионка тоже по этому делу никак не пробьет, но тут вряд ли, не знаю, что должно произойти, чтобы забрать кого-то, что Легионка плотная, что Элидам при поддержке Угрмага тоже себя отлично здесь чувствует. Я думаю, перетяжка какая-то должна быть. Да, как минимум. Внизу у нас вот, кстати, есть небольшое нападение на алхимика, заряжает от темп. Прилично так пробили его, но стаки спасают ситуацию, плюс еще есть там реген, конечно, и поэтому алхимик живет. Да, там накидывает Ченному, Дивайн Фейвор плюс он сам, стаки используют. Так, а это нападение на Ванскора. Вот Ванскора вполне себе можно попробовать забрать, плюс сюда подтягивается Эрго втроем. Эвелэнш плюс под баунтирунку подловили. Это, возможно, будет первая кровь. Да, и самое важное, Миддер забирает себе первую кровь и возвращается обратно на линию. Так, ну а по баунтирунам в сумме, что у нас получилось, потому что это важный момент для Алдов. 3-1. Да. Это хорошо, это очень хорошо получилось. Это хорошо, в любом случае, да. Я бы сказал, фраг на Огре, даже учитывая, что это ФБ, он был не так плохо, учитывая, что они забрали одну баунтируну оппонента. И Огр, в принципе, имел шансы какие-то забрать четвертую, поэтому он рисковал весьма нормально. Тем более, опять же, Иргон пришел сюда. Это немножко потерял времени. Да, мы видим, Гот смещается также периодически обратно в лес, но это, опять же, стандартный момент в Миде. Отпушилась линия, в лес попали. Ух, Бельхиот! Ничего себе! Как быстро закончился здесь ЛТВ. Сразу два типа залетает. Да, конечно, урона очень много. Невероятно много зависит от Вильхиора. И Федя должен понимать, что он действительно на этом турнире очень хорош. Дота такая игра, где ты от квалификации к квалификациям от... Ну, в один день ты можешь быть очень крут, в другой день на другом турнире ты можешь смотреться уже далеко не так круто. Гримстроука начинают обижать, Тинни подходит для того, чтобы не дать в обиду своего. Ну, не, вряд ли, да, уйдет. Как минимум, у Вильхиора уже есть арканцы, что есть хорошо на линии, на это теперь по мане проблем быть не должно. Вот с одной стороны стаки, да, вот здесь мы видим двойной стак, и вроде химик фармит, но с другой стороны, я бы сказал, что это вообще вот настолько мало. Это самые неудачные крипы, их много, ой, их мало, но они большие. Иммершн, опасный момент, захилил его гостик здесь за счет пресс-атак, успевает размансовать. Да, это было сейчас... По поводу крипов согласен, да, самые неприятные, их долго фармить, опять же... Нет троллей, спилетиков, нет каких-то големов, ничего вот этого нет. И, как мы видим, это достаточно печально для химика, он вроде в лес ушел, но сказать, что он там супер много поднял, нельзя. Иргон подтягивается, здесь Вильхиор, Вильхиор подставляется, Вильхиору... Вильхиор... Вильхиор теряет. Размансует еще, у него сапожечек есть, да, в итоге не удалось на него напасть. Но он знает, что здесь поставлен обсервер вард, он видел, хотя, не знаю, может быть, он видел только с интерьер. Вильхиор просто фантастический объем работы проделал, он только что стянул Мидера, не дал ему ничего сделать, и теперь еще понятен Мишу. Он что-то так накинул на Мишу, Мишу очень больно, он себя захиливает троллем, которого там забрал маленьким, его подхиливает, бегает. Но да, Вильхиор здесь реально красавчик в этой ситуации. Очень много сделал сейчас, отвлек Мидера соперника, вынудил Алхимика сюда перетянуться, Чена чуть было не убил, и все это один герой. А тем временем БЗЗ спокойно фрифармит на Шейкере, что также очень-очень важно, ведь Шейкер герой с огромным потенциалом, особенно на третьей позиции. Да, имеет он сейчас топовый нетворк в команде, если что. В это время нападение на топе на Огромага, есть дуэль, хорошо. Хватит ли урона? Урона должно хватать, еще буквально один удар. Да ладно! Вовремя успела ракетка залететь от Лидана, и как раз вот этой долечки секунды не хватило, чтобы выиграть дуэль, но в любом случае это фраг для команды Positive Guys. Очень не повезло здесь Гостику, не прокала его пассивка, и он как раз вот этого урона чуть-чуть не хватило. Ждем, когда появится баунти руна, мы видим, что Тинни очень много передвигается по карте, сигнал Тинни, все бегает, 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 ищет руны, ищет какие-то фраги, но у Эргона ничего не получается пока что. У Дэйва обгоняет. У Шейкера очень большой Нетворс, он идет наравне с Алхимиком, вы только подумайте. Но немного просел Кирокоптер, но не сильно. Нападение. Хватит ли урона, чтобы Мишу забрать? Миша, Фиссуру получает. Да, хватает урона, очень легкий фраг, но Саппорт Чен погибает. Да, это все очень приятно для БЗЗ. Опять же, он продолжает разгоняться, как мы видим, пошел в быстрый Аганим, да и для Вильхиора, который получает свой уровень, а там третий Шадоу Пойзон, потом Ультимейт, можно действительно очень-очень больно пробивать оппонента. Вообще это тревожно, когда ты видишь Алхимика, да, в игре, и он не лидирует по фарму, потому что мы привыкли, и Алхимик в команде, это значит, что он там отрывается довольно серьезно, очень рано вперед по Нетворсу, но пока этого не происходит. Мы видим, Алхимик вот только сейчас карабкается потихонечку по Нетворсам, но он далеко не вне конкуренции, то есть он там занимает, конечно, вторую позицию, но пока у него печаль. Правильнее будет сказать, что он отстает, учитывая его пассивку. Вильхиор заходит, сбивает вражеский вард, ну это правильно, это экспириенс и Галда, Эргон, Эргон проседает, есть ли у Вильхиора что-нибудь еще, Эргон дает ракетку, да, есть баниш, но вот... Ну да, все правильно сделали, спрятали его, и должен погибать, да, сейчас скорее всего... Дуэль может быть, ОД дает ультимейт, да, все-таки забирают Тинни, но ультимейт неплохой, нужно забирать ОД, забирают ОД, плюс урон для Гостика, Инксвел срабатывает, Рокет Бердж практически добивают Гостика, только один стак яда, у Вильхиора маловато маны было, и не очень круто все сделали с фрагом на Тинни, тем не менее Тинни удается забрать, ОД в размен, мидер на мидера, и плюс урон для Легионки. Да, ну глобально эта ситуация никак пока не поменяла, все еще небольшое преимущество, конечно за Олдами, там как раз отпилить сразу же на Шрайне, Гостик, и возвращается обратно в Драк, там уже Иллидан здесь под баунтируны, ждет своего оппонента, заряжает ракетку, ну и снизу две баунтируны могут забрать сейчас Олды, и получается 3 в 1, да? Все верно. Да, там хотя закидывал Иргон сейчас Чена на баунтируну, для того, чтобы Чена ее забрал, но не успел. Опять важный момент, Олды в очередной раз забирают на одну баунтируну больше, значит не давая лишнего преимущества по Алхимику, по золоту мы видим, что Алхимик только 4,5 нитворс и продолжает фармить Лиса, что важно, понимая, что на линии ему будет сложновато. А Шейкер при этом фрифармит. А Чена импакта, ну очень маленький, то есть он исключительно где-то помогает, защищает, но все это очень-очень слабо. Мы видим, что поставил 2 центри, по-моему ничего за счет этих 2 центрей толком и не сбил, это значит, что минус экспа, минус золото, и честно сказать, прям сильно зажимаются сейчас ПГ, у Олдов есть все шансы. Выпылил, вот Чен молодец, выпылил крипов своим големом. Да, это не та ситуация, которую мы сегодня видели от самих Олдов в игре с Алхимиком. Здесь пока что не сказать, что у Алхимика все хорошо. И, кстати, в его сторону идут. Вильхер с 6 уровнем. И Лидан очень здорово отыгрывает с точки зрения... Там еще и Шейкер неподалеку, БЗЗ тоже может ворваться. БЗЗ уже 8, сюда летит Иммершин, Иммершин 6. Не хотят Иммершина трогать, хотят идти за Алхимиком, но здесь 4 игрока. Он уже пришел сюда, да, там пока что голем развлекается с крипами, забирает на себя с линии, подводит все это пофармить Алхимику, конечно, ему это необходимо. Ну и пытается помешать Алды, в итоге вылазка не очень удачная получилась для них. Очень удачная. А ЛТВ продолжает фармить. Да, ЛТВ фармит, хоть и не так много, но все равно эти лесные крипы, это неплохо. Ему выводят крипов Чен. Сверху фармит Легионка, Огр только лишь получает экспу и действует очень-очень аккуратно. Да, и Гирокоптер пока не может никак продавить нижнюю линию. Вот сейчас выход, Эргон. Ставится ракетка на Иммершина, Эргон выходит здесь, дает раскастинг, с фуал Вилькера удается очень быстро забрать. Вот это хороший выход от Эргона. Да, не ожидали, что здесь Тинни спрятался в лесочке, вот так вот. Иммершин на себя, даже можно сказать, немножко подбайтил. Отлично сыграно, сделали фраг. Эллидан тут фармит еще и гем двойной, получается, видит это все Тинни. Не стал бороться за крипов, а так меняю, или возвращается обратно. Ну, Тинни нужно тоже что-то делать. О, так-то лоу-хп крипы можно позабирать, одного забрал. Ой-ой, а Тинни-то закрыли здесь. Шейкер дает ультимейт, Тинни пытается пройти, есть ли там проход, да, есть проход, но есть еще одна ракета, сейчас будет еще один тотем, и Тинни, Тинни живет. Гримстроук очень вовремя кастует свой первый фаул. Чуть-чуть не хватило совсем, чтобы забрать Эргона. Что-что, Эргон, Эргон, разворачивается. Эргон, беги! Ошибка какая. Тебя только что спас тиммейт, и возвращаешься в драку, хотя неплохо навалил, кстати, БЗЗ, стоит отметить, но перенаглел, конечно, Тинни. Да, вообще, я только хотел сказать, что ПГ так здорово читает ситуацию с вот этой перетяжкой, но Эргон сейчас сыграл не лучшим образом, отдает фраг, фраг на мидере, это всегда приятно, хотя за счет того, что Геррокоптер вышел неудачно, мы видим, как Алхимик отрывается. Но он и должен отрываться, он еще раньше должен был начать, только сейчас начинает набирать Ванетворс. Все верно, Элидан смещается лес пофармить, а в то время на линии все время стоял Гостик, продолжал формировать, у него есть уже Брабан, есть выход на Ванскор, а не успевает Гостик закинуть дуэль. Сейчас можно Гостика подцепить, но не успевает немножко, хотя летит ракета. Нет, не успеет. Гостик очень быстро, ему просто не догнать, он на всех парах убегает опять кастануть Астрал, но чуть-чуть не дотянулся Год. Защитили своего Огра, ну такой был байт на пятерку, если бы Огра забрали, ничего страшного, могли забрать Легионку, ее тоже не забрали. Под Вардами находится сейчас ПГ, поэтому ничем не рискует абсолютно Олдэ. Элидан очень много бегает. Крик Пара стреливает просто, здесь еще одного приручает Чен. Все для Алхимика выводит Чен. Говорил о том, что нужно играть как можно активнее Геррокоптеру, но нужно соблюдать в том числе какой-то баланс. 13-ая минута Рэденс, очень много бегает Элидан, может быть даже слишком много. Да, это опять та ситуация, когда у Элидана фарм оставляет желать лучшего. Вот он на Воиде, да, отыгрывал на этих квалах, там не самым лучшим образом. Пытался там на Ликантропе тоже, ну что-то фармил, но у него чем-то. Единственная игра, которая мне запоминается, вот реально Алхимик, ну и на ЦК у него еще более-менее все было. Здесь пока что начинает проседать, Алхимик действительно с Рэденсом и начинает фармить в разы быстрее с этим артефактом. Дальше сразу БКБ для ЛТВ. Хорошо играет. Вильхер заходит, срубил вард и забрал спот. Химик немножечко теряет время. Так, на топе. Эргон пошел искать Ванскор, я так понимаю, был баф, а Ванскор всех обхитрил. С другой стороны улетает, да, не с той, где обычно, многие делают ТП. Ну и в итоге выживает за счет этого. Внизу находится пока что один гостик, но тут три героя, даже четыре героя, игроков команды Old Bad Gold. Нужно быть гостику поаккуратнее. В итоге он понимает, что не видно всех, наверное, поэтому просто уходит в сторону леса. Ну и Тауэр, наверное, отдадут, да. Должен быть размен, ты в раме, выходит и БЗЗ, используется фортификейшн. Это, в общем-то, с одной стороны нужно Oldom для того, чтобы уже как-то начинать соперника прижимать. С другой стороны, это устраивает полностью ПГ, так как они забирают вышку сверху. Да, тут она вот очень битая осталась, ее не заберут. Опасный выход от Легионки мы видим. Так, баунтируна. 15-ая минута, сколько заберут в этот раз ПГ себе? Ну, хотя бы вровень. Уже хорошо, уже плюс деньги для Алхимика. Я не совсем понимаю, как они будут останавливать Алхимика, Олды, когда он купит БКБ. А БКБ вот он уже практически себе собрал. Более того, у него есть еще и Легионка, и у него есть Гримстрок. Гримстрок кидает Инксвелл, Химик жмет БКБ. Легионка, если что, если он не успевает нажать БКБ, кидает пресс за атак. Вот это будет самый критичный момент для Олд Батголд. Легионка. Смотрим. Так, спрятал ее. Вильхиор будут ли до конца... СФТП есть. Но тут, наверное, Мершина. ХСЛМ не пожалели. Да, урона очень много. Здесь набегает Эргон. Возможно, поймают еще кого-нибудь. Начинает раздамаживать Вильхиора. Вильхиор должен бежать. Димоник Пурдж на развороте. Эргон под замедлением. БЗЗ бежит вперед. Ванскор тоже идет в атаку. Есть стан. Есть тотем. Немножко скомбинировали одновременно стан в стан. Но в любом случае, кажется, урона не хватает. Эргон на развороте идет до конца. Привязка по двоим. Неплохая от Иммершина. Что-нибудь накастовать. В итоге погибает у нас Тинни. Погибнет также и Огрмаг. Забрали БЗЗ. Год тоже здесь. Вроде бы пришел в драку. Получает колбу. Успевает спрятаться в астрал. Отлично. За счет этого живет. И Гирыч сюда идет. Сейчас Лидан может очень хорошо помочь. Но у него мало маны. Тем не менее, он ставит ракетку. У ЛТВ просто нет маны. И все-таки под вышкой забрать. Верьер. Отцы получает от Гостика. Буквально одного удара. Не хватило совсем на лоу хп. Убегает отсюда Шадоу Демон. Прячет Год. Легионку нужно улетать. Нужно убегать Иллидану. Ну, в общем, так. Делались легким испугом, так скажем. Сейчас могло быть гораздо хуже. Да. Супер сумбурная драка. Меня порадовала, как ультимейт Гримстроука работает с Тосом. Если вы обратили внимание, то получалось так, что сначала был Тоснут Шейкер. И потом, после того, как он прилетел, он был еще раз Тоснут из-за механики. То есть дважды Тос фактически сработал на него. Из-за этого он погиб. БКП на Алхимике. Более того, нету ни Сенитис Эклипса, ни Эхо Слэма. И как сейчас будет защищаться Олд Бат Голд, я не знаю. Алхимик должен всех порвать. Бельки Орк. Миди может поставиться. Или кого-то получше нашли. Это Иллидан. Отличный будет фраг сейчас. Да, еще плюс выигранная дуэль. Ванскор нужно бежать. Ванскор тоже никуда не денется. Это минус 2 от Позитив Гайз. И Тавр тоже они заберут. И что-то начинают Олды потихонечку сыпаться. И просто нереально сноуболится. Начинает ЛТВ по Нетворсу. Потому что уже почти 14 тысяч у него. Да, крутой вард поставлен. Там даже два варда. То есть понимали ПГ, что сейчас они сами могут диктовать условия. Выйти в эту агрессию. И как мы видим. Ну, обратите внимание на вторую колонку. Нейтралы Эншенты. И, конечно, на параметр Азер. Который говорит нам о количестве золота, заработанного с пассивки. Алхимиком. В общем, Алхимик даже БКБ-то не нажал. То есть запас прочности там был гигантский. И вот сейчас уже все плохо у Дайер. Сейчас им нужно каким-то образом пережить эти БКБшки. И выйти в свои артефакты. Но сделать это будет очень тяжело. Потому что у Химика уже и Блинк. У Дэ там даже не близко, по идее, к Блоккингвару. Шейкера, я не знаю. Аганимы у него вроде бы нет. А у него все еще нет Аганимы. У него еще тысяча. Ну нет, скоро должен появиться, по идее. Да, у него там не хватает 200 голды. Но есть и ХСЛМ. Нападение. Попытка забрать сейчас Легион Командер. Гостик. Алхилл. Который за атак не хватает урона. От хила немножко не погибает. И Алхимик врывается, кидает двойную банку. Очень круто. Должен забирать Деваурера. Да, Деваурера забирают. Тинни тосает. Шейкера. БКБшка подоспела уже посмертная для года. Возможно, спасла бы ситуацию для него в этой драке. Вот последняя. Но в итоге хорошие минус 2 делают. Сразу же. Позитив Гайз. Недолго думая. Отличный минус 2. Минус ульта Шейкера. Сэнити с Эклипса не было. Он только сейчас откатит. Да, и Химико просто продолжает тэпать по всей карте. Он фармит. Он сверх силен сейчас. Там в миде что-то, да, возняк. Какое-то было нападение то ли на Вильхиора, то ли на кого непонятно. Но Вильхиор должен был размансовать и жить. Хотя Алхимик с блинком взорвется. Не стал прыгать вперед. Не надо без БКБ рисковать. Это ни к чему. Вдруг там будет где-то в позиции Огр, Гирокоптер. Химика просто без ультимейта взорвут. И это будет плохо. А у Года БКБшка, да? Подоспела все-таки к нему. Летит, все верно. Да, БКБшка, но нет блинка. Вот в чем проблема. И Девавреру еще нужно фармить, фармить и фармить. По хорошему шейкеру Аганим тоже очень-очень нужен. Ульт Гримстрока здесь нереально сильный. Можно получить двойную дуэль. Можно получить двойную банку Химика. Крайне неприятную. Ну мы это уже видели. Мы это уже видели, да. Да, в последних драках. И преимущество уже 6000. Неуклонно растет. Там забежал, я видел, Мипошка. Глубоко поставил вард около верхнего шрайна. Есть смок. И в атаке Позитив Гайз. В теории могут найти сейчас какого-нибудь года. Это будет идеально, наверное, для них. Аганим подоспел также для БЗЗ. Ну, ванскор сейчас может неплохо сыграть. То есть, если сейчас найдут его и убьют, это будет идеально. Мипошка. Ванскор, конечно, заходил в Мипошке. Я просто уже приучен, что Мипошка до этого отыгрывал нас на Огрмагах. Прошу прощения. Да, я... Я тоже что-то... Все, простите, простите. Я понял тебя, Александр. Да, вард поставлен один глубокий у нас, получается, от олдов. Ильдану нужно уходить. Что он делает? Он хочет Волку убить. Оно того стоит? Три баунтируны? Видимо, да. А, нет. Две баунтируны здесь смогли подворовать баунтируну у Радиент. Это довольно важно, потому что забери Радиент три баунтируну, они бы еще сильнее оторвались. В общем, ванскор играет очень здорово. В плане того, что вот он весь турнир, он куда-то идет, где-то там погибает. Разревелил смог сейчас на пятой позиции. Понимая, что, ну, адекватно сейчас подраться и выиграть драку, олдбатголд не могут. Из-за неубиваемого алхимика. Им нужно много слотов на гирокоптере, им нужно много слотов на УД, и чтобы эта БКБшка была поменьше. Я не знаю, как, честно говоря, они тут будут побеждать. Ну, давайте смотреть. Такое ощущение, что скоро просто жиром задавят. Так, в это время на топе драка. Иргона тут пробили немножко. БЗЗ упрыгивает на Аганиме. Есть такая опция. Сабелька подоспела для Тинти. Временем сбить бы сейчас в идеале ТП. Ну, далековато был Аргон. Был ТОС, но далеко. Ну, да, не дотянулся бы, в любом случае. Так, и вот сейчас выход в смоках. Немного рискованный, но БКБшка есть у УД. Можно попробовать быстро кого-то взорвать. Ну, если сейчас дадут Чена, Чена заберут. Бадвард, который поставил ванскор. Идут. ЛТВ. Нет, все, все, нужно уходить. Все, это конец. Да, прыгать не стали, наверное, правильно. Все верно. Алхимик продолжает фармить. Там Скаде, да, я так понимаю, далее будет для него. Судя по квикбаю. Не совсем понимаю, почему ОД пошел вперед первым, учитывая, что он-то зацепить особо никак не может. У него есть Астрал, но за Астрал Химик нажмет БКБ. Возможно, Искали не Химика. Но если подумать еще получше, то даже если вперед пойдет Шейкер, ему тяжело будет прям за Ченстане Химика, потому что он пока будет лететь, Химик среагирует. Нужно будет начинать с весуры. Давайте смотреть Рошана. Да, все хулдауны имеются в наличии у Алдов. Есть эко-слэм, могут подраться под ультимейты. Ой, очень крутой вард. Знают, что соперник в Рошпите, выходит Вильхиор, дает туда яд, все видят. Вильхиора находят, пошла Кобра, да, минус Вильхиор. Да, вырывает Эргон, Вильхиор пока что живет, стики прожал, успел себя спрятать на лов ХП. Еще выиграл немножко времени, а сюда подоспел БЗЗ, но прыгать, понятное дело, за саппорта Шадоу Демона никто не станет. В итоге Вильхиор в таверну отправляется, выигрывает немножко времени. Рошан все еще стоит, его пока что никто не бьет. Эргон забирает инвиз. Байбэк от Вильхиора, ну естественно, Рошана отдавать нельзя. Ну и все, сейчас здесь фактически может решить игра. Эргон врывается, БЗЗ выкидывает неплохо, БЗЗ выпрыгивает обратно. Ультимейт от Гримстрока, никто туда не бьет. В это время колба залетает от Алхимика, погода его прячет Вильхиор. Вовремя возвращается обратно, Димоник Пурдж не спасает ситуацию. И идет Иллидан до конца под Шрайн. Отпевается в итоге, БКБшку прожал в пустую, ЛТВ нужно отступать. Да, вот это очень хорошая драка получилась для Ултболт Голд, потому что они потратили только ультимейт Гирокоптера и Шадоу Демона, а Алхимик прожал БКБ. И Алхимик сейчас не сможет драться. При этом год, я не знаю сознательный или нет, но БКБшку он сохранил. На самом деле он был в сейф-позиции, ему реально нечего было терять, никак он не рисковал. Покупает себе блинк, соперник на Рошана пойти не может. Пожертвовали, конечно, байбеком Вильхиора, что не очень круто, но это в любом случае лучше, чем отдать Рошана сейчас. И еще минус секунда БКБ у Алхимика. И все равно ПГ сейчас смотрится, ну, очень грозно. Через 28 секунд БКБ откатят, и они опять пойдут. Саблить на тени. Ну да, он у себя еще до этого купил, готовый сразу принес. Ну что, выход на Т1 пока что на топе от Алдов. Врывается опять у нас Эргон по двоим. Расказ стирает просто Ванскора в секунду. Огромак заканчивается, прыгает БЗЗ. Есть дуэль по Году. Года успевает прожать БКБ, страхует Вильхиор, прячет Легионку. Гостик не выигрывает дуэль. Гостик может погибнуть сам сейчас. Да, Гостик погибает. Отличный минус. Возвращается обратно Ванскор после байбека. Тут у нас есть врыв. Года все-таки забирает Эргон. Это, конечно, неприятно. То, что Года потеряли. Нужно теперь уходить. Вильхиор, ТП успевает. Улететь хорошо. Ну, прямо скажем, не самая лучшая драка. Огр стоял в такой позиции. Его просто тини стер. И при этом ничего не смогли нормальное забрать. Байбек на Огре. Минус УД. УД, конечно, сохранил ультимейт. Но какой в этом долг, если он сам в таверне? Да, и нет возможности байбекнуться. И это, возможно, сейчас теоретический расшар. Правда, он пока что все еще долго падает. Несмотря на то, что там два героя уже от команды. Позитив Гайз. Я так понимаю, медалька должна быть, во всяком случае, у Легионки. Если даже у нее нет, то непонятно как. Но без минус армора тут очень долго будут забирать. Вот БЗЗ уже пришел, проверил Фисуренко. И такой, говорит, ребят, мы рядом. Элидан тоже неподалеку. Рошан наполовину только битый. Появится Год. Он точно успевает драку, если что. Там ЛТВ вынужден прожимать ультимейт. Потому что понимает, что в него летит уже ракета. Да, и, в общем-то, БКБ Алхимик не тратил. Потому что его просто не было. Иллидан получает БКБ. Это важно. Еще одно усиление Old Bad Gold. Ну вот все на самом деле сейчас, несмотря на 8 тысяч преимущества, все решит следующая драка. Все решит... Если ПГ выиграют драку, то они забустят абсолютно всех героев. У них все докупят там пошмотки. Чен наконец-то дособерет свой единственный артефакт в этой игре. Это Доминатор. Алхимик купит там, наверное, уже 6 слотов. И будет мощно. 25 минута. Есть в рыб. Ой-ой-ой, подставляется БЗЗ. Куда? Еще дуэль сверху. Ооо, это неприятный, конечно, минус. Байбэк, конечно, имеется. Но слишком много сейчас отдали. И прям практически ни за что. Да, при этом снизу отдали 2 баунтируны. Почему БЗЗ так снизу не попробовал запрыгнуть, где нет? И причем это за турнир уже далеко не первое отстался такой вот прыжок за баунтируной. Только вчера мы обсуждали именно прыжок за баунтируной. ЛТВ получает пресс за атак. Рошан медленно падает. 20 секунд шейкер. Ну, в этот раз успеет. Там Эргон идет вперед. Есть ТОС. Попытка забрать Ванскора. Привязка подвоем от Гримтроука. Отлично. Ванскор погибает. Есть байбэк от БЗЗ. Вернется обратно. Прыгивает в Эргон. Эргон начинает дамажить. Эргон погибает. Это первый минус. Но Год. Как же больно. Году врывается сюда. ЛТВ. Летит Колба. Попадает в БЗЗ после байбэка, который ни в коем случае погибать нельзя. Элидан там, если что, подстрахует. Это минус Год. И это точно должен быть. Плюс Рошан для Позитив Гайс. Ну, байбэк у Года есть. Ультимейт тоже есть до сих пор. Так, это еще и конец. Гирокоптер успевает нажать Блокинг Бар. Ну и все. Можно его раскатить. Год здесь после байбэка. В любом случае, это еще один выбитый байбэк. Может быть, самим даже идти на Рошана сейчас для Олдбат Голд. Фиссура пошла. А Шейкер, есть Эхо Слэм. Есть Эхо Слэм, да. Тотем туда же заряжается, погибает у нас ЧМ только. ЛТВ все еще живет за счет того, что Глимер Кип только сейчас заканчивается еще один врыв. И ЛТВ погибает только сейчас. Гостику теперь нужно как-то убежать, но с другой стороны, чем его цеплять? БЗЗ. Есть Фиссура. Год прыгает вперед. Гостика начинает дамажить. Гостик тоже отправляется в таверну. А ЛТВ делает байбэк. На развороте еще один байбэк делает Гостик. Драться продолжает у нас Позитив Гайс. Ульта ОД есть. Есть ульта ОД, но он, кажется, не успеет. Дуэль выигранная. Отлично. Год после байбэка погибает. 92 секунды без него. Погоня теперь за или да нам. Будет ли Тос какой-нибудь или что-нибудь еще? Или сразу же в Рошана? Не, надо отдать Рошана уже. Все, ресурсов нет. Но, конечно, одному богу известно, что случилось бы. Нажми Год сейчас свой ультимейт. У него были стаки интеллекта. Причем довольно неплохое количество. Но он просто-напросто не успел. Причем это уже сколько длится эта драка? Там 8 минут. И Год так ультимейты не нажал. Это, конечно, печально. Но, тем не менее, Олды умудрились так как-то разменяться, что до сих пор у меня ощущение, что решающего преимущества нет. У Алхимика БКБшка все меньше. Эргон. БКБшки, байбэки потрачены. Вельхиора нашли. Вельхиора нашли. У него, конечно, есть шадовый амулет. Он там пытается выиграть время. Но его сейчас просто рассекретят и заберут. На ЦВЛ он кастовывается на Гостика. Гостик. Стан получает, но Вельхиора стирает. Да, Вельхиор погибает. Там еще сейчас будет... Ой-ой-ой. Под Т3 запрыгивает Алхимик. Начинает шинковать просто Ванскора. Ванскор тоже отправляется в таверну. В это время, конечно, внизу сплитпушит БЗЗ. Но это такое себе. Потому что здесь, конечно, должны быстрее Тавр забрать. Тут и Тини, как бы, и Алхимик под ультимейтом. Т2 падает. Да, и сейчас могут даже попробовать пойти на Т3. Гирокоптер ультимейт свой потратил. Алхимик получает просто за атаку. Фортификейшн. Снизу Шейкер заберет Тавр. А там уже Эргон внизу. Эргон будет развлекать БЗЗ. И, кстати, если будет драка, скорее всего, БЗЗ собьют просто ТП. Но он улетит сейчас на своем ТТ. Первый раз, второй раз. Так, Эргон за ним. В это время падает Т3. Все, и ТП можно делать. Да, улетает. Все, окей. Ну, в любом случае, Т3 забрали. Это уже есть опция отступить, позабирать святыни, перегруппироваться, дофармить свои артефакты. Все еще там 3,5 минуты Аегиса. Так что вариантов для маневра у Позитив Гайз еще очень много. Супер жирный Алхимик, 20 тысяч Нетворса, Аегис. Вариантов действительно масса. Ну, вон внизу, например, целая линейка ТВ-ров стоит, которую можно забрать. Или же подраться, как вариант, потому что Позитив Гайз недалеко ушли. Они ждут, пока подставятся Алды. Хороший скан. Можно идти вперед. В принципе, Аега имеется. Нет шада у Демена. АЛТВ заходит вперед. Нужно прожимать БКБшечку. АЛТВ пока что стоит в стане. Прожал БКБ только сейчас. Гот тоже прожал БКБшку. Бежать БКБ от Элидана тоже в пустоту. Элидан даже в драке не участвует. Гот. Заканчивается БКБ. Прячет себя в Астрал. Но он здесь один. И, похоже, года продают. Успевает уйти. Но тут уже его караулят перехватчики из команды Позитив Гайз. Гот погиб. И снова в таверну почти на 70 секунд без байбека. Да, не очень хорошая драка. На самом деле сейчас всего, чего не хватило, это как раз-таки БЗЗ. Да, тут БЗЗ чудеса и квилибристики показывает. Его продолжает кидать эргон. Снова упрыгивает БЗЗ. Да, поймать его, конечно, сложно. Хорошо подспейсил сейчас для своей команды. Выиграл немного времени. Не хватило Шадоу Демона, который бы на Алхимика кинул сразу ультимейт. И Гот бы спокойно отступил. Потому что БКБ на БКБ Химик сильнее. Химик это физика. ОД это магия. Пока что у ОД огромные сложности с этим. У него и Нетворс перестал расти. А Химик все больше и больше. БЗЗ. Так, БЗЗ здравствуйте. Фиссура по двоим. Тотем. Эхо слэм. Но Алхилл. Врывается эргон. БЗЗ могут забрать. Тинксвелл привязка по двоим. Отлично. Вот он двойной тост. И дуэль еще будет выиграна. Как же. Двойная. Двойная дуэль. Последний удар с такой хорошей оттяжечкой залетел. Это плюс много урона. Плюс денежки для команды Позитив Гайз. 16 тысяч перевеса в это время. Внизу нападение от Алхимика. Вильхиор успевает его спрятать. Но нужно... Хотя нет. Тут у нас эргон. Вильхиор проблемки. Вильхиор тоже погибает. Просто топчет. Вот сейчас Позитив Гайз команду Албат Голд. БКБшка очередная прожатая от Алхимика. Но это не важно. У него активирован ультимейт. У него все еще есть Аегис. Полторы минуты. Падает Т2. Да. Очень хороший промежуток получился для Позитив Гайз. Теперь еще и Шрайн можно забрать спокойно. Ну, вот после этого момента с Шейкером мне хочется увидеть, знаешь, какой-то ролик, где Шейкер как бы ультует, и земля проваливается вместе с ним, и он падает в квалы на минор. Потому что за что был этот ультимейт Шейкера? Почему? Даже убей он там Гримстроука, это было бы очень и очень мало. И здесь, конечно, ну, очень здорово играют в ПГ. Они не отдают даже одного героя. Даже если бы они Гримстроука отдали, его бы смогли разменять на одного или двух персонажей. Да, БКБшка в откате, есть ультимейт у ЛТВ, есть Аегис, это самое главное. И вот он начинает уже ломать вам второе Т3 по нижней линии. Тинни приобрел себе уже Дейдалус, Пайп появляется у Чена, очень сильные артефакты у команды Позитив Гайз. И посмотрите, что делает Алхимик просто. Да, ну, образ за атак. Его, правда, хорошо дизейблит сейчас. Ну и все есть, кроме Эхослэма, в принципе, можно подраться. 40 секунд, 40 секунд, даже можно разменять спокойно Аегис, если будет желание, или отступить и перегруппироваться. Лучше, конечно, отойти, учитывая, что после Аегиса не будет ультимейта. Да, да, тоже верно. Да, все стало очень хорошо ОПГ после всех вот этих вот драк. Они закрепили свое преимущество. И Химик сегодня уже вторую игру вот так вот побеждает. Пока. Ну, причем пока побеждает за счет того, что делает грамотные мувы. То есть мы видели, что ЛТВ понял, что на линии возможно ему не лучшим образом ставить. Лучше уйти в лес, подождать, набрать свое и только потом уже возвращаться. Что, собственно, он и сделал. Ну, ЛТВ очень хорош. И, в принципе, в серии с Гамбит отмечали, что он был... От него были только хорошие действия. Ну и сейчас на Алхимике он, в общем-то, делает всю игру. Ему там дали начало какое-то, поставили. Да, команда сделала много. Миша просто красавчик. Он там выпулил ему крипов чуть ли не со всех трех линий. И он знал, на кого играет, скажем так. ЛТВ реализует. Так, ну, есть смок от команды Албат Голд. Знаешь, что пропал Аегис. Можно попробовать кого-нибудь найти. Только вот кого. Тут везде бегают у нас по ПГ практически полным составом. То есть не разделяются как-то по карте. И, ну, если ты начнешь драку, ты понимаешь, что он тебя прогнет Алхимикой. Там Тинни-то тоже уже довольно неслабый. У него там почти 14-тысячный творца. ЛТВ. Может сейчас спалить смок-атаку. Сами смок-атаку заюзили. Пойдут ли, будут ли прыгать? Вот в чем вопрос. ЛТВ заходит на хэйграунд. Есть Инксвелл. ЛТВ отражал БКБ. Там был потрачен Демоник Пурдж. И Лидан тоже БКБшки. В это время стирают моментально просто Вильхиора. Вильхиор без байбека. Дуэль. Год. Нужно года спасать, а некому спасти, потому что Вильхиор уже в таверне. Привязка по двоим. Залетает ракетка. Как же много урона у ПГ. Здесь просто без шансов каких-либо. Для команды All Bad Gold. Зашли и стерли. Я не знаю, что еще добавить. Это просто разрушение и уничтожение. Да, вот у нас аналитики говорили, что если добавить там и стереть какие-то буквы, то получится ПОК. Да, мне кажется, лучше добавить букву к их аббревиатуре, чтобы было ОПГ. Потому что это реально самое опасное получилось ОПГ. Из всех, что я видел. ЛТВ очень здорово отыграл. Реализовал своего алхимика на все 100%. Ну и, конечно, были некоторые вопросы к исполнению. Я все еще мечтаю увидеть ультимейт Деваурера где-то. Возможно, сейчас пойду там где-нибудь, отниму обсервера в комп, запущу доту и кастану этот ультимейт. Года можно понять. Потому что действительно хочется в таких играх, в таких суперважных замесах настакать интеллекта побольше, потом шваркнуть. Но каждый раз, когда он должен был давать ультимейт, его начинали дизейблить. Ну, это значит, из разряда рано, 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 а потом уже когда надо, уже поздно. Да, именно так. Ну, в общем, хотелось бы послушать, что еще можно выделить в этой игре, какие неточности допускали команды, в чем была главная проблема команды Олд Бат Голд. Я вижу, ты послушал Джотман. Я слушаю Джотман каждый день. А я пытался, кстати, он стримит без войса. Стой. Как можно, как можно. Что это за стример? 2019 год без войса. Для дисциплины. Так же, как и Дредд без вебки, так и он без войса. Мне кажется, можно потом без картинки просто игры стримить, чисто просто пустой экран, радиоэфир. Был же момент с Хаккиным Харстоунером, который пошел на 1 апреля что-то стримить, ему не нравились подсказки в чате, и он забыл, чистый экран, а чат убрал из-за подсказок. И Пол там час-час, несколько часов стримил без ничего черный экран с вебкой. Not bad, not bad. Ну, а Мэдисон как раз просто выложил видос, где просто черный экран и ничего нет. А еще один раз он стримил. Потому что у него что-то не захватывалось, например, мотал вебку Колбу и стримил с нее. Ну, в принципе, стримить черный экран – это своего рода искусство. Это так, ну как, черный квадрат Малевич, он у тебя такой же, черный стрим. Ну, это плагиат так-то. Ну, мне кажется, это могут вообще забанить с точки зрения того, что он черный стрим. Но да ладно, это все отдельная тема. Тут у нас катка свершилась, и свершилась она в пользу Алхимонса в очередной раз. 3-2. Да, получается, сегодня Алхимонс выигрывает катки на изичах. Ну, я думаю, кстати, что это связано во многом с тем, что Алхимонс после того, как его порезали, его не пикали многие, да? Ну, то есть редко пикался и подотвыкли. То есть мы же вот говорили про этот момент с ОД, что вот ласт пик у тебя, у тебя не хватает товар дэмэджа, у тебя не хватает героев, пожалуй, которые могут побегать за Алхимиком, навязать там, да, какую-то игру ему, помешать там, забирать стаки. В общем, как-то что-то сделать, да? Ты должен, ну, как бы, либо Алхимику помешать, либо у тебя должен быть там быстрый пик, который заберет какие-то вышечки, как-то по, ну, соответственно, захватит... Прижмет по карте. Хотя бы ты заберешь вышки, хоть какие-то тир-1, заработаешь тоже дополнительных денег. Пока Алхимик фармит лес, ты забираешь вышки, это тоже деньги для команды, у тебя там обрастают предметами коры, саппорты. Саппортом очень важно быть при предметах против Алхимика, на самом деле, потому что он их вырезает там за два удара, и это вообще не... куда не годится. А тут мы видим, что вот она, 22 минута, вот эта вот долгая-долгая возня на Рошане, которая закончилась победой ПГ, собственно, они когда выиграли эту драгу на Рошане, они, считай, выиграли игру. Тир-1 вышки сейчас стоят даже, то есть Алды не смогли даже тир-1 вышки на периферии забрать. А это очень плохо, если ты против тебя Алхимика, ты тир-1 вышки не забираешь, особенно в миде, это, ну, как бы, путь в один конец, скорее всего. И так и случилось. Ну, короче, ОД, по-моему, на мой взгляд, вообще никудышный пик здесь был, хотя пик пиком, но играли тоже плохо. Вот этот вот один из нелепых вырывов БЗЗ, он один, но не единственный и не последний. То есть БЗЗ эту игру отыграл вообще отвратно, на мой взгляд. То есть это, ну, он мог сделать намного больше на самом Шейкере, у него был фрифарм, он имел очень много нетворса в начале. И, ну, как бы, хочется, у тебя у кого-то на карте есть фрифарм, и от этого героя ты хочешь импакт, чтобы он как-то реализовал. А Шейкер не реализовал вообще никак. Вот. Такая вот печальная ситуация. Но зато ПГ сами, конечно, молодцы, потому что они вот этот вот, это прикольная стратегия. Алхимик под бафами, Чен, Легионка. Легионка во многом, судя по всему, бралась, вообще-то говоря. Ну, чтобы драку начинать, да. Но еще, чтобы кидать на Алхимика пресс-атак. Потому что для него это просто мега-мега баф, вообще сумасшедший. Он под пресс-атаком уничтожает все. Вот здесь эти ЛТВ смогли убить? У него есть байбэ, какого-то его уже делал к этому моменту. Ситуация такая, что ты, товарищ, все ресурсы, кроме ультимейта ОД, вот так раз таки Мэл. Хотел посмотреть то, что вот сейчас случится вот здесь. Он бы его попробовать нажать, но вышел Иргон. Нет, там больно. Был бы вард на горе, знаешь, там успел среагировать. Да, да, да. То, что они заходят в чужой лес, вот так вот дерутся у них, у саппортов. Либо нет с собой вардов, либо они их просто решили не ставить. Это огромнейший косяк. Ты всегда, вообще вот частенько... Они начинают под своим шрайном, скажем. Я понимаю. Просто зашли далековато. Ну, частенько как играют на самом деле в доту? Как играют в доту частенько? Нажал смок, зашел, заранее проставил вижн. Это один из вариантов. Вариант два, он такой, начинается драка. У тебя у саппорта три варда. Ну, то есть не обязательно варды все по кулдауну всегда ставить. Ну, потому что частенько это не несет никакого. Такого смысла ты поставил вард, особенно если он глубоко стоит. Его сломали. Ну, потому что сентрями заставляют сейчас все, все. Ты, как бы, свою территорию всегда все держат под сентрями, чтобы просто не было там этих каких-то... Ну, вот это без комментариев, на самом деле. Это, как бы, гвоздь в крышку гроба или как нам? Бзз, да. Ну, потому что это реально суперстранное. Даже если бы у него получилось. Он все равно убивает за ультимейт саппорт в черты позиции. Ну, и к тому же это просто, скорее всего, не получится, потому что все-таки ультшейкер в одну цель не наносит урона, считай, вообще. Но он не зебрит, возможно, в этом был план. Да, но план посредственный. Но дамага-то нет. Короче, как играть в доту? Вот не обязательно деслай все варды. У тебя, у саппорта, с собой там 2-3 варды. Начинается вот такая вот возняка, это замес. Вы поднимаетесь на каждую следующую рамку, и в саппорт просто ставить. Да, его сломают сразу же, после того, как ты отсюда уйдешь. Понятно. Но эти варды, они просто ставятся для того, чтобы здесь, сейчас получить преимущество. Просто увидеть противника. Вот ты поставил вард, и всех видишь. Ты, соответственно, сразу идешь, ставишь на гуру, всех видишь. Либо у них не было вардов этих с собой, либо они их зажали. Так или иначе, это типа косяк. Ну, потому что, если бы вард стоял, да, год бы видел этого Тинни, например. Он бы его спрятал, себя бы спрятал. Возможно, вышел бы из астрала, дал бы ультимейт, и того, глядишь, и игру бы выиграли. Потому что у него был настакан в этот момент нормальный НТ, и он бы там, возможно, ввалил бы хорошо. Может быть, даже убил бы кого-нибудь. Возможно. Но этого ничего не произошло, к сожалению. Но при этом всем, на самом деле, Вилхюрд и неплохо был, я имею в виду. Пуржи всегда. Нет, Вилхюрд... Они все в пятером молодцы, но суммарно, знаешь, вот типа ты берешь, у тебя вот есть литр. Есть пять кружек, нужно по 200 развить. Ты развил по 200, здорово. Стояешь обратно, получается 0,8. Кто-то выпил 200 грамм. Типа того. Так вот у них команды. Вроде все молодцы, а что-то не идет. А кто-то выпил 200 грамм. Где-то, да, где-то 0,2 пропало. Ну, я думаю, что дело все-таки именно в общей командной идее. У ПГ она была явно видна, эта идея, вся стратегия. И то, как они играли, как они работали вокруг этого алхимика, все было понятно. Что сделали в этот же момент у Олды. Они как бы Вилхюра отправили и сказали, Вилхюр, ты должен убить алхимика, забрать у него все стаки от зоны Чена. Все сделай, пожалуйста. А мы как-то... И он, кстати говоря, старался. У него неплохо получалось. Он действительно зонил Чена, мешал алхимика. Там все он делал. Но этого мало. Должен быть, ну, по-хорошему, должен быть герой Смида. Еще один. Так обычно играют. То есть, возможно, тот же Манки Кинг. Это такой как раз герой, который на какой-нибудь 10-й минуте неплохо развлекает. Он где-то там прыгает, он получает вижен. Соответственно, он очень сильный в этот момент. Это может быть какая-то Queen of Pain. Да, просто берешь, опять же, условного декабря. Хотя вышка сломает в это время. То есть, я ушел в мидер гонять ШД, сломал вышку. Ушел там еще куда-нибудь, сломал вторую. И у тебя, опять же, возвращение к тому, что приезжают противники по карте. Там еще стаки заходишь, забираешь, потому что выше нет телепортов. И т.д. и т.п. То есть, аккуратненько, планомерненько, одно за другим. Ну, а мы узнаем, как у нас свершится окончание этого противостояния. Буквально через несколько минут. Отправляемся на паузу сейчас.